Сегодня мы займемся посадкой лука на перо. На грядках зелень появится еще не скоро, так что пока используем подоконник. На рынке худой пучок зеленого лука сейчас от трех до пяти рублей. Чтобы вырастить зелень дома, даже земля не нужна. А для посадки можно взять и проросшие луковицы, которые для готовки уже не годятся. Для первого способа нам понадобится вот такой пластиковый контейнер из-под яиц. Нам его нужно только чуть-чуть подкорректировать. Пару минут и контейнер для яиц превращается в удобную мини-грядку для лука. Вот для чего мы обрезали наши верхушки, потому что в них очень удобно наливать водичку. Второй способ. Мы будем сажать лук при помощи полотенца. Не пробовали? Попробуйте. Проще уже не придумаешь. Кто бы мог подумать, что лук можно вырастить на стареньком полотенце? Оказывается, можно. Главное – не забывать про полив. Для третьего способа нам понадобится полиэтиленовый пакет, а лучше два, один в один, ну так, для надежности, и обычные опилки. Вот что у нас получилось. Только пакет ни в коем случае не надо завязывать. Просто можем чуть-чуть приподнять борсики. Все, вот так лук будет расти. Вот что у меня получилось. За две недели шикарные пучки зеленого лука. Уже можно спокойно резать на салат, но прежде мы определим победителя. Нужно же подвести итог наших экспериментов. Как определим? При помощи линейки. Итак, мы определили способ победитель. Это выращивание зеленого лука в контейнере из-под яиц. Но, в принципе, мне кажется, все способы хороши, и поэтому выбирайте то, что вам удобнее. Тут главное, что выращивать зелень можно уже сейчас на подоконнике, а не ждать, когда она появится на грядках.